Первое сообщение о появлении крыс в 10-м микрорайоне появилось в социальных сетях около двух недель назад. Вот это сгоревший привоз. Крысы тут пешком ходят. Я вот пока собирался, разбежались маленько. Там штук 5-6 они бегали здесь. Машину завазили внутрь. На днях представитель команды Югры, депутат Думы Наталья Петюкина организовала выездное совещание. Мероприятие решил посетить и сам предмет обсуждения. Я считаю, что надо как-то массово, коллективно ее решить, потому что жители не могут так жить. Я понимаю детей, понимаю взрослых, я сама их боюсь. И здесь находиться каждый день и ходить тоже некомфортно. Я как лично, как депутат буду брать эту ситуацию на контроле и буду контролировать. Жители беспокоятся не только за сохранность своего имущества, но и за личную безопасность. В 10-м находятся три социально важных детских объекта. Это второй корпус третьей школы, культурный центр «Юность» и КДК «Триумф». Помимо этого детские площадки. Они по всему микрорайону ползают. Никого не можем добиться, чтобы этого. Уже продолжается порядка трех недель. После 7 часов вечера опасно ходить по микрорайону до 5 утра. То есть, чтобы зайти в подъезд, нужно постучать, побрякать, а затем зайти. У нас уже и до 25-го дома, и третий, и второй, и четвертый. И уже были случаи, что и проводку в машинах перегрызают крысы, залазят машины. Причин появления такого количества крыс может быть несколько. Одна из них – это сами жители, которые оставляют шведский стол на тепловых камерах. Возле них вредители уже вырыли себе рабочие туннели. Надо проводить усиленно работу с жителями, которые продолжают кормить голубей. То есть, пополняют кормовую базу. Помимо того, что крысе все равно довольно сложно попасть в контейнер, скажем так. А вот когда валяется на земле эта еда, на теплокамерах рядом расположена, автоматически, конечно, доступ есть к пище. Это способствует их размножению. Также рядом находятся сгоревшие два года назад здания торгового центра. Здесь собственник земельного участка, собственник объекта есть. У него застраховано было имущество. По страховой премии он в суде со страховой. Пока не решит он со страховой, это здание он не будет реконструкцию и не демонтаж делать. При этом администрация выходила с инициативы о том, чтобы он оградил это полностью строение. По данному решению он должен исполнить до 15 апреля. Если он не исполнит, администрация выйдет в суд. По ограждению по знакам он установил все знаки. Третья причина – состояние мусорных баков. Одной большой контейнерной площадкой пользуются сразу пять многоквартирных домов. Вопрос по кормовой базе. У нас сейчас стоит шесть контейнеров, четыре из которых сломаны. Эти четыре мы сегодня, завтра, может быть, следующая неделя, их заменим на новые. Плюс добавим дополнительно два контейнера. То есть вместо шести сегодня у нас будет стоять восемь контейнеров. Все-таки отчасти это будет решать проблему. Чтобы устранить крысиное нашествие, необходимо действовать сообща. У грызунов есть место, где отсидеться и получить пищу в огромном количестве. А все эти места обслуживают разные организации. У нас есть кадастровая карта, границы красных линий. Есть территории, за которые отвечает город. Есть территории, за которые отвечает дом, управляющая компания, которая его обслуживает. Есть территории, за которые отвечают теплосети. Это место, где размещена теплокамер. Каждая организация оплачивает работу тем сотрудникам, которые обслуживание этой территории проводят. Специалисты спустились в подвальные помещения, где уже была обильно раскидана трава. Но если жители сами балуют грызунов деликатесами, к яду они не прикоснутся. Дезинфекционисты уверены, что поможет только массовая обработка. Проводить массовую дезинфекционизацию. Проблема в том, что все собственники должны согласиться. И все это должно. Слово-слово тебе сказала. То есть работа общая комплексность. Тем более, что сейчас у них сезон период миграции идет. У них идет подтопление нор. Они же почему вылазят в массе своих. По итогу встречи народным избранникам было принято решение пригласить всех присутствующих специалистов на общую встречу в администрацию города. Поговорить и сделать это массово, отработку. Собственника пригласить. Он сказал, что в конце этой недели выйдет уже в городе. И то есть пусть у вас будет планово, непланово, но сейчас решать вопрос. Мы не можем ждать до мая месяца. Совещание состоится в ближайшие дни. На нем будут определены точные сроки диротизации. Дарья Горильцева, Дмитрий Смирнов, Селерадиокомпания, Юганск.